МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 16 мая среда Думская ТВ работает в прямом эфире. О главных новостях к этому часу расскажут наши корреспонденты. В студии Ксения Терзи. Здравствуйте. Судьба Лермонтовского санатория. Народные депутаты обеспокоены за будущее здравницы. Ведь попытки рейдерского захвата санатория не прекращаются. Вот уже больше семи лет. Что в столице решили парламентарии? Подробности далее в сюжете моих киевских коллег. Сохранить один из старейших санаторий в Одессе. Этот вопрос в Киеве вызвал бурную дискуссию на комитете по вопросам соцполитики и занятости. В начале заседания собравшимся демонстрируют последнюю попытку рейдерского захвата Лермонтовского 23 февраля. Тогда несколько десятков вооруженных людей в Балаклавах оккупировали территорию и административный корпус здравницы. 12 захватов пережил санаторий Лермонтовский. Посмотрите, как сохраняется санаторий силами людей в масках, с битами, с оружием, с пеплями и при этом без документов. В 6 утра, когда в санатории лежат люди после фарктов и инфинктов. На территории санатория находятся объекты недвижимости общей площади около 13 тысяч квадратных метров. А сама здравница расположена недалеко от побережья. Земля здесь дорогая. И именно это так и привлекает рейдеров. По словам народного депутата Алексея Гончаренко, правительство должно отменить решение своих предшественников, когда в 2015 году Кабмин передал санаторий Лермонтовский введение Министерства юстиции. Вроде как государство никому-то отдает, а вроде тоже государственному органу, Министерству юстиции. Но, конечно, во всем этом есть какой-то абсурд. Если у нас Минюст начнет лечить инфаркты и реабилитировать людей после инсультов, тогда Минздрав у нас, наверное, должен начать юридическую экспертизу законов и постановлений, ну и так далее. В Минюсте говорят, что форма собственности санатория до сих пор остается государственной. Их ведомству Кабмин передал здравницу только в управление. К рейдерским захватам Минюст не имеет никакого отношения, отмечает замминистра ведомства Денис Чернышов. Хочу вас запевнити, что в Министерстве юстиции есть все потенциальные возможности. Если бы это мы делали, то мы вынесли бы все. В последний раз то вынесли как раз наших работников. В последний раз было уже и залучение и корду и так далее. И мы возвращаемся до полиции, чтобы объяснить, а кто же это делает. Ну, если бы это делали, мы бы возвращались до полиции. Первый замглавы комитета по соцзащите и занятости решил провести выездное заседание в Одессе. На нем участники намерены обратиться в СБУ, Генпрокуратуру, МВД и НАБУ, чтобы те дали правовую оценку бездействию правоохранительных органов во время неоднократных рейдерских захватов санатория. Яки до этого часа завлекают расследование фактов фактического рейдерского захопления, неведомого нам людьми в балаклавах, и зброей этого надзвучайно важливого предприятия. За судьбой Одесского санатория из столицы следят Юлия Долганюк, Владимир Гросул, Александр Фролов, Киев, Думская ТВ. Одесским чиновникам поднимут зарплату. Речь о сотрудниках мэрии. Потратить на это хотят 61 миллион бюджетных гривен. Еще в начале мая о повышении окладов заговорили в Кабмине. Кроме того, решено урегулировать порядок доплат за выслугу лет. Об этом на заседании профильной депутатской комиссии сообщила вице-мэр Светлана Бедрега. Больше всего вырастет доход руководящего звена муниципалитета. Едва ли не вдвое. Остальным повезет меньше. Разбогатеют всего на треть зарплаты. Окончательное решение за депутатами Горсовета. Они должны поддержать проект решения на июльской сессии Горсовета. Напомню, тот же Кабмин поднял зарплату и мэру городом. Теперь Геннадий Труханов будет получать немногим более 12 тысяч гривен. Спасти моряка. Одесситы надеются привлечь внимание украинских властей для освобождения Одессита Андрея Новичкова. Помощнику капитана судно «Ар-Резо» грозит смертная казнь. В чем иранские правоохранители обвиняют моряка, знают наши корреспонденты. Спаси Андрея Новичкова. В поддержку моряка в Старобазарный сквер вышли несколько десятков одесситов с плакатами. Помощника капитана обвиняют в доведении до самоубийства иранского матроса. По словам родственников, тот выпрыгнул за борт судно «Ар-Резо» в Южно-Китайском море. Инцидент как раз произошел на глазах одессита в январе прошлого года. Он просто увидел на расстоянии длины палубы, что тот идет по палубе и вывалился за борт. Это единственное. Он сразу дал стоп машине команды. А больше никакие. Он не обладает гипнозом, ни экстрасенсорными способностями, чтобы на расстоянии воздействовать. По иранским законам Андрею Новичкову грозит смертная казнь. Несколько месяцев одессит находился в тюрьме. Сейчас его выпустили на свободу под личное обязательство консла Украины в Иране. Следствие закончено. Когда будет суд, пока неизвестно. Но неофициально в Иране намекают, что это политический вопрос. Официально никаких предложений об обмене не поступало. Но в неофициальных встречах очень многие представители Ирана, в том числе и следователи, нас говорили и извещали Андрея о том, что они согласны обвинять Андрея на иранского гражданина, задержанного в 2016 году в Украине по обвинению в шпионаже в городе Харьков. 10 мая в интернете появилась петиция, которая набрала больше 3300 подписей. Когда наберется 25 тысяч голосов неравнодушных украинцев, ее направят в администрацию президента. Петра Порошенко просят повлиять на Минюст и Генпрокуратуру, при помощи которых дело моряка для судебного рассмотрения можно будет перевести в Украину. Пусть эта проблема касается в данном случае только одного человека, но думающего и человечное наше население морского города прекрасно понимает, что в такой ситуации может оказаться любой из членов нашей семьи. За судьбой одесского моряка будут следить Дарья Сметанко, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. Обрушение кровли в самом центре города на Пушкинской 39 с крыши четырехэтажки слетел лист с шифером. Осколки пробили лобовое стекло автомобиля, припаркованного возле здания. Инцидент произошел около полудня. По состоянию на 15.00 место происшествия не огородили сигнальной лентой. Одесситы продолжали ходить по потенциально опасному участку. Отмечу, что фрагменты кровли достаточно большого размера и имеют острые края. К счастью, обошлось без жертв. Просто подпрыгнули от неожиданности, от этого грохота, от этого шума. И люди начали кричать, стекло в машине разбито. И женщина с ребенком, проходя, на нее тоже чуть не упал шифер. Родился в рубашке. 19-летний одессит Никита Калинин попал в аварию на чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Соревнования проходили в Италии, в городе Имало. В результате опасного маневра итальянский пилот во время прохождения скоростной прямой ударил руль одесского мотоциклиста. Украинский пилот потерял управление, вылетел за пределы трассы и врезался в отбойник. Никита Калинин получил серьезный вывих и перелом ноги. Его госпитализировали. На реабилитацию спортсмену потребуется около месяца. Клубничный бум. Прилавки одесских рынков уже ломятся от количества ранней ягоды. И многие одесситы с удовольствием ее покупают. Однако, соответствуют ли нормам качества, узнавали мои коллеги. Подробности далее. Впрочем, не все одесситы настроены оптимистично. Опытные покупатели к выбору ароматной ягоды подходят более тщательно и обращают внимание на все нюансы. Давно берете к клубнику? Да, да. Не боитесь ее брать? Боюсь, что беру. А что может быть? Ну, соответствует ли она нормам? Нет, сахара сейчас нету, не сладкая. Нет, нитраты. Нитраты, не знаю, вроде не чувствую. Пока не чувствовали, не знаю. Сотрудники рынка уверяют, клубника проверяется ежедневно и опасаться нечего. Продавцы готовы показать документы, что их товар соответствует всем требованиям. В лаборатории отклонений от норм пока не нашли. Мы отбираем пробы, готовим реактивы и измеряем уровень нитратов. Хорошо, сейчас соответствует? Да, на сегодняшний день, пока у нас превышения не было. А вот медики все же рекомендуют дождаться сезона, когда клубника уже будет не парниковая. Врачи говорят, не стоит доверять блеску на ягоде. В ней возможно присутствие так называемой химии. А значит, клубника может быть небезопасной. Поэтому надеяться на совестных продавцов пока не стоит. Действительно случаются такие очень неприятные вещи, когда ребенку дают клубнику. Отравление может наступить в том случае, если клубника перенасыщена химическими веществами. Есть случаи, когда они ароматизируют эту клубнику аэрозолями, чтобы она пахла, чтобы привлекала покупателей. Это тоже может вызвать отравление. Пока цена на клубнику колеблется от 40 до 80 гривен за килограмм. Вскоре начнется сбор ягод, выращенных на открытом грунте. Это должно увеличить предложение на рынке и способствовать снижению стоимости на клубнику. Юлия Долганюк, Александра Грачева, Дмитрий Бондаренко, Вячеслав Войтенко, Думская ТВ. Это все новости на данный момент. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА